По словам генерального директора Андрея Водопьянова, у концерна есть производственные возможности, чтобы выпускать достаточное количество тракторов и тем самым заменить устаревшие модели тракторной техники на принципиально новые. Предполагается, что эти тракторы будут отвечать современным экологическим требованиям с возможностью цифровизации, а также использования с различным навесным оборудованием. Кроме того, обсудили возможность оказания концерну дополнительных мер поддержки в виде специальных инвестиционных контрактов. Специнвест-контракт один из сегодня главных инструментов поддержки инвестиционной активности промышленности, особенно машиностроения. Мы сегодня говорили о специнвест-контракте 2.0. Это новый тип специальных инвестиционных контрактов, который ориентировал в первую очередь на формирование технологических компетенций в Российской Федерации в ключевых направлениях машиностроения. Сегодня мы обсуждали подготовку к участию в конкурсе, который Министерство промышленности и торговли будет объявлять в этом году части технологии производства универсальных тракторов на цифровой платформе в мощностном ряде от 60 до 150 лошадиных сил. Учитывая существующие наработки концерна тракторных заводов и их активность, в том числе активность их иностранных партнеров, я думаю, что это будет один из фаворитов этого конкурса. Что касается дополнительных мер поддержки, то мы сегодня рассматривали большое количество мер поддержки, которые существуют и возможность применения этих мер поддержки в отношении продукции, которые производят концерны, тракторы, заводы. Надо сказать, что по всем вопросам мы нашли решение. Я думаю, что в ближайшее время количество мер поддержки как федеральных, так и региональных вырастет. Продолжение следует...